Всем привет! С вами Priya. Одевание — неотъемлемая часть нашего игрового процесса. Чем больше item level, тем больше дэмэдж. Тем больше показателей исцеления, ну и тем меньше танки, например, получают по себе дэмэджа. Иметь большой эквип — это всегда классно и круто. Тебя более охотно берут в какие-либо группы, ты фармишь мопочков намного быстрее, ну и тем самым, например, голдишки больше делаешь. Поэтому высокий item level ценится всегда. Думаю, мысль эта довольно-таки понятна. Относительно недавно вышел припатч, 14-го числа, и с этого момента, ну хотя бы 2-3 вопросика в час в чате твича возникает касательно того, Макс, а как одеться в припатче? А что новенького? А что вообще поменялось? Как вот нам одеться? Мы только пришли в игру. Скажу так, что ничего абсолютно не поменялось. В текущий момент, хоть и прошла рассылка на почту абсолютно всем, Сразитесь с плетью, но никакой плети нет, и никакого сотого item level вещей, а если перевести на старые мерки, 445-го, нету. То есть ничего абсолютно нету. Нам дали припатч, в котором просто новые таланты, сплющенные цифры, новые способности, и все на этом. Как-то так. То есть не зря я озвучил цифру касательно снижения item level. Раньше у нас вещицы были, например, 475-го item level, 475. На текущий момент 130-й item level, то есть просто-напросто минус 345. Да, как бы окей, хорошо, статы немножко по-другому заиграли, и поговорим немножечко об одевании. Я могу минут 40 рассказывать о том, как одеваться, но думаю, это долго, так как люди все-таки открывают видосики с целью того, чтобы относительно кратко воспринимать информацию. Нашел на форуме, что самое удивительное, на официальном форуме, как человек расписал абсолютно все касательно одевания. Еще в январе и в июле два сообщения там имеются. То есть с того момента абсолютно ничего не поменялось в этой игре. Одевание абсолютно такое же. И мы сейчас все рассмотрим, выскажу некоторые моменты касательно этого, и объясню более подробно касательно каких-либо написанных строчек. Поехали. Гейт, как быстро одеться в БФА, начальная экипировка, пишет Зури Нокс из гильдии Стражи Природы, которая имеет 24465 очков достижений. Это общие советы на возникающий часто вопрос. Для начала нам нужно открыть локальные задания. С целью того, чтобы открыть локальные задания, нам нужна максимальный левел на текущий момент, 50-й, и прокачать дружелюбие с основными нашими фракциями. После этого мы откроем локальные для себя задания. Далее, взять все PvP квесты. Также покупаем 1-2 монетки на дополнительный бросок. Монетки эти актуальны будут только в БФА, в БФА контенте. В Shadowlands у нас никаких монеток не будет, что довольно-таки грустно. Монетки можно купить за почетные знаки, как вариант. Но если, например, сделано большое количество локалок и имеется хорошее количество ресурсов, то можно купить за ресурсы. Вот за голдишку. Ну, такой себе вариант покупать, конечно. Основной алгоритм одевания голого персонажа. Первое. Получить вначале все доступные вещи со статическим уровнем, который не зависит от уровня вещей персонажей. Мы не ходим по LFR и рандом-героям к данжам, так как это не оправдано по времени. Мы не делаем локальные задания и задания посланников на вещицы, так как награда зависит от среднего уровня шмота. Локальные задания, задания посланников — это сундучки. Что получается? Чем выше у нас item level, тем больше item level с этих сундучков. Ну и, собственно, за сами локалочки мы получаем. Поэтому для начала, да, нам нужно разогнать item level. Не сдавать PvP-задания на 10-25 убийств. Награда зависит от среднего уровня шмота. Ну, то есть аналогично все. Далее нам нужно убить всех мировых боссов, самого толстого, с монеткой на дополнительный бросок. Самый лучший на текущий момент мировой босс — это тот, который находится либо в Вечно Цветущем Доле, либо в Ульдуме. Убиваем, кидаем монетку. Таким образом, мы получаем вещицу item level 100. Довольно-таки неплохо. То есть 445 старый item level. Кап очков завоеваний нужно отбить за PvP. Нужно 500 очков завоеваний, если есть возможность. При отбитии первого капа мы получаем пушечку 95-го item level на текущий момент времени. Пушечку, щиточек, оффхенд. То есть все абсолютно что угодно взять можно на выбор. Одну вещицу какую-нибудь, конечно же. На Альтеракской долине есть викли-задание на 150 очков завоевания за победу. Берется в предгорьях Хиллсброда. Старый Альтерак тоже засчитывается. Для озера ледных оков есть такое же задание. Ну да, в принципе, если выиграть эти эпические поля боя, то можно неплохо очков завоевания получить. Но все же лучший фарм очков завоевания это островные экспедиции. Хотя в припатче они сломаны. Увы. У стороны в меньшинстве, обычно это Альянс, есть дополнительное задание на шмотку уровня нормал рейда за 25 убийств. Его можно выполнить сразу. А еще как вариант, его можно скомбинировать с какими-либо другими пвпшными заданиями. Это довольно-таки приятно. Если есть событие путешествия во времени, можно выполнить квест на 5 походов. Это предмет уровня рейд нормал и закупить шмоту вендора за искаженные временем знаки. Да, абсолютно верно. Следующее путешествие во времени у нас будет, если открыть календарик, 4 ноября. Бру. 2 декабря? Так долго? Серьезно? Да, 2 декабря будет только ближайшее путешествие во времени по БК инстам. Ну и рейд там, да, будет черный храм. То есть в тот момент, когда мы проходим 5 подземелий в режиме путешествия во времени, мы получаем вещицу, соответствующую по экипировке нормал рейду. Ну и само собой, получив хорошее количество баджиков, можно что-то еще прикупить интересное. Можно сходить на фронт, выполнить задание. В тот момент, когда мы идем в героический фронт через заранее собранную группу, мы получаем хорошего в этом левела вещицу. На текущий момент это, скорее всего, что-то около 110. Можно проверить аукцион, если есть пару лишнего золота, чтобы перекрыть низкие слоты. Да, например, можно купить какой-нибудь аксессуар, можно купить какую-нибудь боешку. Но эти боешки были введены в самом начале ПФА, поэтому, наверное, неразумно даже их покупать. Максимум только какой-нибудь тринкет можно купить, и то, который актуальный. Карта, например. Миф плюс ноль. Если есть кому протащить, пару раз. Как вариант, можно даже самому собрать мифик плюс ноль. Мифик плюс ноль — это самые обычные подземелья эпохальные. Люди частенько ходят за маунтами. Например, в Вольную Гавань в Подгнилье, в Гробницу Королей и в Мехагон на первых четырёх. Ну или Мехагон даже на фул. Ради питомца с ласта. Если есть четыре мифических подземелья, постараться выполнить квест на четыре похода. Но это уже, если чуть лучше одеться. Награда, шмотка, уровня, герои крейда. Да, абсолютно верно. Также можно выполнить этот квест и в мифик плюсах. То есть в каких-нибудь там вторых ключиках, третьих ключиках этот квест спокойно можно выполнить на твинке. При условии, конечно, что никто не левнёт. Это самое главное. В предгоре Хилсборда есть торговец. Ну это в годовщину он был актуален. Эту строчку мы пропускаем. Если актуально, то пойти в Нажатар, там можно добыть по заданию трёхсот семидесятое оружие. Отнимаем триста сорок пять и получаем то, что эта пушечка будет тридцать пятого итем левела. На самом деле сплющивание немножко иначе работает на такого итем левела вещицу. Поэтому там она будет, наверное, семидесятого итем левела или восьмидесятого. Ну, нормальная, в общем, пушечка будет. Также будет один кусок озеритовой брони. Мы получим одну бентусную шмотку старого четырёхсотого итем левела. И мы можем докупить ещё какие-нибудь слоты. Если соберём жемчужины, задейлики, ну и локалки. Также после нажатара можно сходить в мехагон и получить четырёхсотый тринкет без статов, но с тремя слотами под перфокарты. Его можно улучшить до четырёхсот четвёртого итем левела. В тот момент, когда мы вставляем перфокарты, которые даются нам за цепочку квестов. Ну и также убиваем опчиков в мехагоне, в данже. Мы получаем эти перфокарты и можем модернизировать свой тринкет. Ну и убивая боссов, тоже перфокарты падают. Также мы повышаем уровень сердца азерот. Это задание у магни делается через нажатар. Да, то есть получается мы в нажатаре делаем квестовую цепочку и таким образом мапаем наш нег до 50 левела, ну и далее мы его сами качаем. То есть эссенции никуда не ушли, нег никуда не ушёл, поэтому можно немножечко покачать, как вариант. От этого не убудет уж точно. Второй пункт. Добыть вещи с динамическим уровнем. которые зависят от уровня шмота персонажа. То есть ранее уже были рассмотрены некоторые моменты эти. Чем больше у нас этом левел, тем выше этом левелом вещи даются нам за определенную активность. Первая такая активность это выполнение локальных заданий. Чем выше наш этом левел, тем выше вещицы мы получаем за локалочки. И мы просто делаем локалочки на шмот в худшие слоты. То есть, например, есть у нас тринкет какого-нибудь, я не знаю, там 40-го этом левела. Мы делаем локалочку, получаем тринкет 70-го этом левела. А это прирост хороший. Далее, второй пункт. Сдать пвп-задание на 10-25 убийств. Лучше всего делать, когда есть вторжение фракции в нужную зону. Да, абсолютно верно. Иногда прокают у нас вторжения, которые длятся хорошее количество времени. И в этот момент можно просто-напросто килять противоположную фракцию. Но уже после того, как мы сделали этот квест, сдаем при максимальном эквипе, чтобы получить максимального этом левела вещицу. Третий пункт. Выполнение задания вторжений фракции, если имеются. Таким образом, мы получаем некоторые награды, а также мы получаем очки с воеванием, если делать этот квестик в режиме вармода, то есть эти локалочки. Также мы выполняем задания посланников на шмот. Там не всегда даются шмоточки при выполнении трех-четырех локалочек, но в принципе, даже получая голдишку, ресурсы для войны, либо просто моножем чужины, это тоже будет полезно. Советы, если вы слабо одеты. Ну, я думаю, это не актуально сейчас. Идем дальше. Немного цифр, что дает нам развитие сюжета. Возможно, кому-то нужно определенный слот или нужно спланировать одевание свежего альта с 40-60 тысяч хп, но это по старым меркам. Завершив эти этапы, можно иметь 400-435 левел. На текущий момент это левел 90-й максимум. В принципе, неплохо. Это уже хотя бы какое-то неплохое начало для твинка. Ну и, например, если это первый персонаж, что в таком этом левеле можно покорять хотя бы что-то. Уже будут как-то охотнее инвайти, чем свежеапнутого персонажа. В Ножитаре мы получаем оружие на выбор, также шлем либо плечи, либо нагрудник, ожерелье наше растет, и на выбор мы получаем что-то бентусное, потом мапаем до типа 400-го. В Мехагонии получаем тринкет, в момент зачистки нападения в Ульдуме самого первого мы получаем запястье, они будут 105-го этом левела на текущий момент. Правильно я посчитал? 95-го будут. В Доле тоже мы, когда делаем нападение, нам дают зериточку хорошего этом левела. Получается минус 145, она будет... Какая сложная математика в этом Варкрафте. 90-го этом левела 85-го тире 90-го. Плащ мы само собой лутаем, проходим введение он апается потихонечку и в тот момент, когда мы продолжаем кристлайн, нам дают либо пояс, либо ступни на выбор, то есть мы можем что-то взять и эта вещица будет 85-го этом левела на текущий момент и опять же написано о путешествии его времени. Мы это не рассматриваем. Неплохо держать в голове еще пару моментов при одевании. первые три строчки я и так уже высказал в тот момент, когда я объяснял ту строчку, которую мы видели ранее касательно ПВП капа. С падающих сундуков выпадает 425-й шмот. Падающие сундуки обычно маркнуты на карте, лутануть их конечно можно, но при условии, если у вас есть полеты. Если полетов нет, то наверное это будет проблемно. При выборе оружия, если цель наша повышение уровня, то выбирайте двуручку. Рогам и ДХа в этом плане не повезло, даже если вы играете в другой специализации. И лучше с ним и играть, пока не доберетесь до капа динамических шмоток. 437-й этом левел. На текущий момент это итом левел 92-й примерно, 90-й может быть. В доле ульдуми имеются мировые боссы, заранее нужно взять монетку на дополнительный бросок. Но тут опять же повезет-не повезет, то есть повезет вам выпадет вообще две шмотки, не повезет, не выпадет вообще ничего. Алимент везения. Альянс гарантированно имеет дополнительный виклик-квест на 50 очков завоевания и 445-ю шмотку. Да, все верно, по-моему, каждую неделю Альянсу дается этот квест на кораблике, то есть подходим, берем, выполняем потихонечку. За локалки можно получить определенный итом-левел, это показатель, что можно делать в локалке наш мод. Ну то есть если мы подходим к карте всей нашей бфашной, открываем ее и смотрим, что максимум те вещицы, которые мы можем получить с 75-го итом-левела, то мы начинаем делать эти локалочки. Если нет, то нужно, похоже, повременить. Ну да, все правильно. 115-го итом-левела вещица за квест на героический режим темных берегов. 100-й -105-й азерит у посланников появится, если вы наберете 92-й итом-левел суммарный, ну то есть сумочный, имеется в виду то, что итом-левел засчитывается даже тех вещей, которые у вас просто находятся в сумке. То есть есть итом-левел надетый, а есть итом-левел общий. Надетый это первая цифра, потом пишется дробь, потом пишется второй итом-левел. И в тот момент, когда вы реагаетесь в какую-либо заранее собранную группу, в тот момент, когда вы делаете локалки, лутаете вот эти всякие сундуки дополнительные, считается именно второй итом-левел, тот, который наибольший. Поэтому слово сумочный тут правильно используется, но разъяснить его, конечно же, стоило. Сотовый итом-левел оружие и тринкеты у посланников становится доступно где-то на 87-м этом левеле и выше. Сотая шмотка может упасть из сундука за завершение задачи в доле ульдуме, ну то есть в тот момент, когда мы завершаем нападение. Лучше всего начинать одевать персонажа, когда по поделике с средоточным нажатаре. Быстро выполнишь, заодно потопить альянс орду. Таким образом можно получить одну из эссенций, чтобы заткнуть дырку и меньше проблем в мехагоне с низким хп. Ну то есть, да, когда у нас мало хп, все проблемно, чем больше у нас демеджа, тем лучше, эссенции дают демедж, и таким образом, да, то есть абсолютно все верно. Идем на нажатар, делаем сразу два квеста, как обычный пвпшный, так и тот, который дается именно в нажатаре, и до одном получается, просто два в одном. В ульдуме либо в доле лучше присоединяться к различным группам и таким образом выполнять пвп-квест и задачи. В принципе, довольно-таки быстро я все разъяснил. Ссылочку на эту тему с форума я скину в описании. Это реально самый лучший вариант, который я только мог придумать. Я и так уже слишком много рассуждал ранее касательно одевания. Тут все так хорошо структурировано, что просто кайф. То есть первая строчка, вторая, третья, четвертая, пятая, все замечательно, ничего не забудешь. И, по-моему, да, тут абсолютно все рассказано. Сейчас быстренько, может быть, вспомнишь что-то. В принципе, тут ничего и не вспомнишь. Рейдики посещаете. То есть про неолоту ничего не расписано получается. Даже когда в апнете примерно сотый, сто десятый итем левел, опираясь на все эти советы, можно взять и самим собрать рейд неолота. Люди охотно пойдут на текущий момент. Многие люди хотят дропнуть какую-то определенную вещицу, кто-то там хочет какую-то азериточку дропнуть, кто-то просто хочет потестить свой дэмэдж, например. И таким образом можно нормально пати в героях набрать. Да и нормал в принципе тоже будет неплохо. То есть думайте касательно этого, используйте людей, как бы это скверно не звучало, но так оно и есть. Используйте людей себе во благо с целью одевания. Вы оденетесь, ну а потом им поможете. А может и нет. Все от вас зависит. Берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. Ссылочка на эту темку тоже будет в описании. До скорого!